Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые руководители, уважаемые представители средств массовой информации. Пятница порадовала нас хорошими новостями. Министр иностранных дел Сергей Лавров, посещая, по-моему, Ростовскую область, встречаясь со спортсменами-олимпиадниками, с победителями Олимпиады, с участниками Олимпиады в Токио, с членами сборной России, сказал о том, что рассматривается вопрос заявки на летнюю Олимпиаду 2036 года двух городов, Санкт-Петербурга и Казани. Это то, к чему мы давно шли и то, к чему мы идем. Понятно, это на сегодняшний день на уровне пока обсуждений, но любая дорога, самая длинная, к самой большой вершине, начинается с первого шага. Мы этот первый шаг сделали уже давно, когда заявились на участие универсиады еще 2011 года. Не смогли одержать победу, но завоевали право. 2013 года универсиада успешно ее провели. И каждое из мероприятий, которое проходило после, в Казани, при поддержке нашего федерального правительства, руководства республики, это все было в копилку нашего большого желания принять главные события. Одно из главных событий нам посчастливилось принимать, чемпионат мира по футболу. Блестяще прошел, и мы принимали главные сборные, в том числе дважды принимали чемпиона мира 2018 года, и сборную Франции. И, то есть, да, некоторая инфраструктура предстоит построить, там тот же велотрек условно, но это уже такие основная, подавляющее большинство и спортивной инфраструктуры, и гостеприимство, хоспиталити, отели, аэропорт, другие наши необходимые для приема летней Олимпиады, в том числе спортивная инфраструктура, она готова. И мы бы, конечно, с большим желанием взялись за борьбу с нашими коллегами, дай Бог, использовать накопленный наш опыт, накопленный наш опыт, в случае, если доверит руководство страны нам эту компанию, мы бы ее с большим желанием, и используя и наш опыт, и все наши международные связи, которые за эти более чем 10 лет зародились, и ФИСУ, и ФИНА, и ФИФА, и WorldSkills, и другие международные организации, это, конечно, после каждого такого события, кроме городской инфраструктуры, кроме больших вливаний в улучшение качества жизни города, у нас по всему миру появились друзья, наши партнеры, которые настоящими друзьями стали в период подготовки этих международных мероприятий и непосредственно проведения самих мероприятий. Поэтому мы, что называется, готовы, и это было бы, конечно, возможность нового качественного развития Казани и нашей казанской агломерации на совершенно другой уровень.